Сегодня я хочу записать небольшой видеоотчёт о проделанной работе за месяц. Прошёл месяц нашего знакомства с Давидом. Что изменилось? Ребёнок стал эмоционален, больше эмоционален. Он любит подбегать по головке, чтобы погладили, обняли. Сам обнимается, целует, периодически подбегает просто так. Обнимает, целует, убегает. Дальше играть. Положительный момент ещё один. Перестал игнорировать горшок. По-прежнему, конечно, он стикается ещё, но его хотя бы можно посадить на горшок, и он будет сидеть на нём. И может даже что-то сделать у него. Вот. Раньше он его, ну, просто не хотел на нём сидеть. И терпел даже, но сикать ни за что. Не будет у него. Раньше так было. Вот. Что у нас ещё появились? Новые слова. Биби, эта машинка. У нас был просто слог, не обозначающий ничего. Сейчас это видно, что ребёнок осознанно называет машинку Биби. На улице увидели сегодня голубей. Я ему говорю, гули-гули. Он повторяет за мной гули-гули. Ну, начал повторять. Подражать. Ну, в общем-то, вот. За это за месяц. Ну, справедливости ради ещё хочу сказать, что параллельно с этим мы также тоже месяц назад обратились к учёным генетикам в Харькове. Нам назначили сдать анализов. Очень много. Но искали мы проблему в обмене веществ. Нашли. Оказалось, у нас непереносимость козеина. Антитела G сильно завышены. Также завышен цинк в крови. Что там ещё у нас? Гормоны завышены. Серотонин, дофамин. В общем, сейчас специальной диетой мы это всё убираем. От молока мы отказались. От коровьего перешли на разбавленные козья. И, что интересно, стуль сразу нормализовался. До этого у нас были поносы постоянные. Стул нормализовался сразу же, как убрали молоко. И ребёнок заговорил. В общем, вот все чудеса.